Всем привет! Начинаем очередное путешествие. Уже донесло меня в Ригу. Вот памятник Барклая-де-Толе в Риге. Это скульптурный монумент российскому полководцу, военному министру Михаилу Богдановичу Барклая-де-Толе. Установленный в Риге в 1913 году. Затем он был терен и восстановлен уже в 2002 году. И что интересно, хотя до сих пор точное местоположение рождения Барклая-де-Толе, в общем, нигде не описано, считает, что он родился в Риге, потому что в своих неких документах он говорил, что он родился в Риге. Потом переехал в Петербург, ну и так далее. Поэтому его можно считать парнем из Риги. Первый вариант был установлен немецким скульптором Вильгельмом Ван Шнайдер-Шарлотенбург. А при восстановлении памяти, вследствие утраты оригинала, потому что когда была война, вывозили памятник, и он где-то затерялся. Ну, как всегда у нас бывает, где-то на дорогах его не стало. Первая мировая война имеется в виду. Памятник затерялся. И впоследствии, в 2002 году, место заняла работа тербургского скульптора Ксея Мурзина. Надо отметить, что тяжелую судьбу у этого памятника макет проходил очень много различных экспертиз. Утверждали этот макет памятника у нас в Академии художества. Обсуждали лицо Барклая-де-Толе. Но в результате первый памятник был сделан, поставлен. Потом все же он был потерян. Но и в 2002 году был отлит памятник Алексея Мурзина. Кстати, руки делал Иван Корнеев, ныне профессор, член КМП, корреспондент Российской Академии художеств. Алексей Мурзин, ученик Михаила Никушина. Ну, помните памятник Пушкина в Петербурге. И весит он массой 1,8 тонны. Сделал его бригада летельщиков Дениса Горчияева. Новый памятник тоже. Были некоторые трения, его поставили сначала на полугодичный срок, для того, чтобы люди привыкли и привыкли, и как-то пообсуждали этот памятник. Допустим, президент Латвии в то время, фамилию его не помню, был в общем против. Он как-то сказал о том, что садовые гномы, фламинго и любые его начальники, да, собственно говоря, да и вообще кто угодно, это всякий человек волен устанавливать скультурные изображения на своей земле или у себя дома. То есть подчеркивает тем, что в общем памятник именит месту на вот этой эспланаде. Но все же Дума 17 декабря 2002 года, Рижская, приняла окончательное решение оставить скульптуру по постоянной основе. Что-то говорить о Барклайде-Толе тоже сложная фигура. В истории очень много положительных и несколько отрицательных отзывов о Барклайде-Толе. Ну, в любом случае, это человек был военным министром, это человек сделал очень много новшеств в армии, это человек воевал под руководством Кутузова, ну и так далее, не будем углубляться. Вот такая скульптура, такой памятник стоит в городе Риги. Ну, будете около Риги, я думаю, что вы его не сможете не заметить, он находится около собора православного. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok